всем привет сегодня буду тушить овощи знаете просто так не икру а просто так овощи я так крупно режем баклажан я обычно так еще делаю с кабачками но сегодня у меня баклажаны есть так соня хочет то зайти то выйти но сегодня буду делать баклажан так как баклажан у меня дома в общем просто-напросто все крупно сейчас порежу у меня только маловато помидор дома ну положу сколько есть будет мало добавлю то можно просто мне задали комментарии но я обещала ответить как мы общаемся как мы справляем праздники я конечно могла бы сказать да у меня все отлично у меня есть друзья и подруги и все у нас прекрасно и и живем мы без проблем но это просто-напросто не так сейчас я еще возьму еще чашечку я лук залила холодной воде ну чтоб когда с вами тут бутылка разговаривает чтоб не плакать то я обычно еще плачу и голубь вижу ой у меня есть конечно я не знаю подругами это не назовешь много скажем знакомых с кем я общаюсь мы можем очень долго разговаривать по телефону все мои друзья и знакомые такие скажем они все живут далеко мы живем далеко все другом и когда Савлинка занималась фигурным катанием мы конечно очень много общались потому что мы там все были вместе в общем у меня в основном все мои друзья и знакомые ну друзья знакомые скажем так это мамочки у которых дети тоже занимались фигурным катанием у меня была здесь одна хорошая подруга ну здесь непосредственно где мы живем ой я сейчас начну плакать у меня отнука но это уже последняя половинка и мы с ней вместе даже работали хорошо общались в общем ни выходные у нас не обходились без застолья мы каждые выходные гуляли она кстати здесь живет рядом дома стоит может уже говорила может нет ой я хорошенько сейчас я уберу подальше морковку я просто вот так колечком порежу так короче мне нужно вода сильно не помогла надо накрыть лук салфеточкой ну знаете потом когда у всех дети по выходили замуж поженились по замуж по выходили потом пошли внуки и в принципе стало не очень много времени для всяких застольев уже каждый хочет встречаться в кругу своей семьи а потом еще есть конечно у меня такая причина я очень люблю готовить на празднике люблю печь делать какие-нибудь интересные блюда украшать красиво стол в общем я это люблю но я потом не люблю чем заканчиваются все эти застолья знаете если кого-нибудь пригласить и сказать что выпивки не будет никто не придет не мы честно скажите что я не знаю вот по крайней мере так если сказать что выпивки не будет просто-напросто никто не придет все найдут причину а я не люблю когда у меня муж пьет нет когда другие пьют мне как-то все равно а когда ну я не хочу сейчас немного на эту тему ну в общем я не люблю потому что у него потом плохой язык он начинает всякую гадость говорить поэтому у нас потом любое застолье превращается в скандал поэтому когда мы сейчас встречи ну когда в принципе мы сейчас все праздники отмечаем только с дочкой старшей и если мы к ним приезжаем на какие-нибудь праздники ну я не веду там день рождения, рождество такие семейные праздники то еще приезжают наши сваты и мы вполне нормально общаемся дружить мы так сказать со сватами скажем так дружить мы не дружим чтобы у нас там были такие но я считаю когда ты дружишь ты можешь ну чем-то сокровенным поделиться со своей подругой там или с другом ну в общем или я такой человек по натуре я не могу делиться своим сокровенным из кем мое сокровенное знаю только одно я не знаю может быть это неправильно в общем я не могу делиться я как-то на сто процентов но мне не доверяю хотя у меня в принципе нету таких секретов каких-то чтобы эти секреты были по всему свету но все равно как-то все равно я не могу своим самым сокровенным чем-то делиться даже самой близкой подругой но может быть поэтому у меня и нету самой близкой подруги поэтому я не могу никому ничего сказать на ютубе я нашла себе ну друзей ну по ютубу друзей со Светочкой Киселевой я переписываюсь и мы переписываемся и в интернете и перезваниваемся в общем такая приятная женщина мне с ней приятно общаться я думаю ей тоже у нее кулинарный канал это сейчас не к вам она даже не знает что я сейчас подниму говорю если хотите я могу оставить ссылочку на ее канал она готовит такие простые блюда без заморочек без всяких изысканных продуктов но это вообще это я даже просто очень хороший человек ну по крайней мере мне кажется по разговорам очень такая простая открытая женщина ну и конечно я общаюсь со своими родственниками ну с родственниками с моей стороны со стороны мужа я не общаюсь скажу почему после того как мы построили дом сначала были такие ну они и сейчас в принципе есть такое что ну в общем когда я скажу так когда люди завидуют они начинают говорить всякие пакости и мы просто перестали общаться хотя до этого общались а вполне вполне нормально у мужа есть только один брат родной ну вот мы общались с братом и снохой а с его двоюродным братом я не знаю они наверно меня смотрят ну по крайней мере она мне говорит жена его мы тебя смотрим кольца привет с ними мы очень хорошо общались причем общались не как с друзьями ой верни не как с родственниками а так с хорошими друзьями ой нас как то были общие интересы просто мы потом немножко потеряли связь после того как Сабринка начала заниматься фигурным катанием Мы же все выходные просто реально все выходные были на соревнование у нас это соревнования то сборы особенно в зимний период с positively летний период нет но зато все сборы в летний период и у нас так мы стали очень редко скажу общаться я конечно понимаю что видим не нравится когда например нас куда не приглашают а я говорю мы не можем на соревнованиях а мы не можем на сбор ну и потихоньку люди потом перестают тебя просто напросто перед приглашать точно также было им сабрина что когда в школе вот особенно в начальных классах когда дети праздную дни рождения и начинают приглашать ну и сабрину очень много приглашали у нас бывало что нам нас приглашали по два раза на неделю на всякие детские дни рождения а мы постоянно поначалу я еще как-то выкраивала время мы как-то умудрялись я ходить я только возил где же все все живут далеко друг от друга все приходится возить и но потом мы начали говорить у нас соревнования тренировка но и потихоньку и сабрины перестали приглашать на теле рождения потому что сабрина была реально занятый человек но зато она на катке проводила все время и они там праздновали и дни рождения уже с другими просто детьми и зато у сабрины сейчас по всей европе друзья и знакомые очень хорошо общались но и потом у нас просто нет мы сейчас общаемся мы просто перезваниваемся мы просто сейчас как-то стали редко ездить друг другу в гости они живут от нас далеко 300 километров вот принципе для германии это тоже небольшое расстояние пальцы давайте встретимся когда там у вас древние приезжайте пока еще у нас всех полностью на карантин где закрыли может еще успеем встретиться я думаю вы услышали мое приглашение они вы всегда друг другу ездили с ночевками причем не на один день а дня на на две ночи мы всегда приезжали в пятницу и воскресенье уезжали и они точно как жить ну а так в принципе если честно сказать мне как-то я не очень скучно с утра пока поговорю по телефону с россией сейчас я возьму еще одну чашку вот сегодня еще не перезванивали с россией пока переговорю с россией кстати у моей сестренки тоже есть канал могу тоже вам оставить ссылочку в описании может кому-то будет интересно как живет моя сестра в россии она кстати тоже вышивает вышивает короче говоря мы все рукодельники как сабрина у меня говорит я же не рукодельница как ты как сабрина у меня любит говорить я наверное и завела канал на ютубе скажем так для общения с вами так что пишите мне побольше комментариев спрашивайте что-нибудь я буду рада вам ответить просто когда есть обратная связь знаете интересней что-то снимать потому что когда я снимаю знаю что это интересно кому-то послушать мне как-то мне как-то интереснее снимать а когда так думаешь а не знаю интересно будет вам неинтересно ну и так думаешь думаешь и не знать что надо а так когда задали вот вопрос ну в общем скажем так я ответила на вопрос что друзей у меня практически нет ну даже не практически а просто нет знакомых много а такой какой-нибудь хорошей подруги которой можно было там открыться обо всем поговорить такой такой подруги у меня нет я в школе в юности дружи ну в школе у меня была хорошая подружка мы очень хорошо дружили но потом когда мы переехали в Германию она переехала куда-то в Россию в общем у нас как-то так в общем мы короче потерялись ну все у меня остался еще один укладанчик не знаю что я еще нет я знаю что я еще буду делать мне еще работать сегодня в общем я вчера шила еще костюмчик для фигурного я его еще друзья не закончила покажу когда закончу когда камни будем клеить будем клеить вместе в общем я вчера шила брючки и жду заказала мне нужна молния ну замочек заказала жду когда придет ну чтобы мне до конца дошить в общем мне нужна молния в общем я жду не знаю написано было что до четверга придет не знаю придет не придет еще конечно сегодня еще не будет надо будет на обед приготовить в общем пока не знаю что ну ну в общем все я уже практически все порезала я буду просто все это обжаривать в начале масло я уже налила в казанчик так весь процесс показывать не буду это будет все надолго сейчас сначала поджаривать лук морковку паприку потом добавлю баклажаны и самую последнюю точку положу в помидорки все и потушу и потом уже когда будет готово положу острый перец у нас любят все острый перец поэтому положу побольше и чеснок и я уже когда ложу чеснок я уже больше не тушу я уже ложу чеснок все перемешиваю я просто выключаю в общем я люблю когда чесноком пахнет поэтому я его сильно долго в общем я его не жарю не тушу я его и ложу и все выключаю все приготовила сейчас все просто перетушу потом уже когда будет готово я вам покажу что из этого вышло она долго тушится в общем вот так потихонечку все обжарила лук морковочку но я сильно не обжарила по чуть-чуть совсем чуть-чуть все положила баклажаны положила помидорки все сейчас закрою крышкой и оставлю тушить все потом в самом конце положу горький перец и чеснок ну и посолить посолить я уже конечно посолила и все потом можно просто потом можно просто рис отварить и мясо не обязательно ну не мужикам то я конечно по-любому мясо какое сделаю не знаю что нибудь поджарю а сама очень просто я вообще просто могу такие овощи есть как самостоятельное блюдо мне такое очень нравится ну короче у нас доме что так жарко ну а там мы еще не включали отопление только камин топим и то не каждый день в общем вчера я топила поэтому дома жарко вчера топила для сони между прочим потому что она меня очень ждал звала затопить камин потому что она прям замерзла в общем короче соньки я вчера топила камин она может быть даже еще и сегодня там уже еще лежит на подушечке не знаю где она там а нет нету нет нету я думала она здесь лежит а ее нету она наверно к эрику убежала эрик в ночь и камин еще не чистили надо будет почистить вчера топили еще не чистили она наверно у эрика у нас эрик вчера был в ночь в общем сын на этой неделе был но работает в ночь и она наверно у него там под одеялочком все ладно давайте мы хорошие мне нужно тут помешать и закрыть крышечкой крышечкой закрыл и оставить тушиться все все смотрите вот у меня уже все готово больше я не буду это тушить но еще дольше я наверное минут двадцать потушила мне хватит кстати пепперони горький перчик я добавила смотрите вот так вот я порезала чесночок все сейчас перемешаю даже выключу перемешаю и все готово закрою крышечкой пусть дальше стоит пусть дальше стоит настаивается до обеда у нас сейчас еще только одиннадцать часов к обеду потом еще что-нибудь уже говорила мясо или что-нибудь поджарю и может рис отварю но мне вот это в ложах нормально хватает я съем тарелочку не будет хорошо в общем если вдруг кто сейчас кушает всем приятного аппетита мы еще все сейчас приберусь на кухне и пойду еще немножечко по работам мне нужно еще памперсы повышевать кстати ту посылочку которую я делала с подушечкой и с рамочкой я уже отправила ее вчера и но если почта где-нибудь не застряла то сегодня должны получить мой заказ но еще мне не отписались получили не получили не я конечно могла бы по номеру посмотреть но мне что-то еще некто было по номеру смотреть от по отслеживающему ладно все пошла я друзья дальше вот и и и и и и и и